У нас с вами на связи находится Ассоциация Компаний Розничной Торговли. Наталья Сомер отвечает за вопросы качества, но когда мы ее попросили присоединиться к нашей сегодняшней встрече, она сказала, что сначала я должна поднять этот вопрос на руководстве Ассоциации, обсудить с представителями всех наших компаний, куда входят крупнейшие торговые сети, эту магическую программу, степень нашей заинтересованности. Но я надеюсь, что она сейчас находится в эфире вместе с нами. Наталья, вы слышите нас? Владимир Ильич, добрый день, уважаемые участники. Прекрасное мероприятие. Очень рада вас поприветствовать. И, конечно, от лица Корта выражаю очень большую благодарность за эту возможность принять участие в лекции, которая посвящена программе, которая, на мой взгляд, очень-очень актуальна. Я вас от всей души поздравляю, присоединяюсь к поздравлениям спикеров с началом этой магистрской программы. Она действительно очень актуальна в данное время. Уже как мы слышали от предыдущих спикеров. И, на наш взгляд, конечно, кадры, которые будут уже, скажем так, подготовлены в этом направлении, они очень-очень сейчас необходимы не только в международных переговорах, отношениях, но и бизнесу также. Я получила вопросы, на которые мы подготовили коротко информацию. Я, позвольте, ее поделюсь. Но в любом случае готова ответить на всевозможные вопросы участников, которые возникнут как сегодня, так и, как вы говорили, контакты наши доступны и в последующем. И также, когда мы обсуждали вопрос персонала, наш директор персонала прекрасная Анна Боброва, она сказала, что она очень с большим удовольствием и готова уже рассказать про все достижения в области цифровизации, даже в управлении персоналом. То есть в случае, если возникнет такая потребность, у вас уже, скажем так, есть готовые, желающие выступать, селекторы. Позвольте мне представиться. Наталья Сомер. Я веду комитет по качеству в ассоциации компании розничной торговли «Аккорд». Компания Ассоциации в настоящее время объединяет 27 крупнейших компаний, которые предоставляют различные сектора, уже сегменты розничной и онлайн-торговли. Практически 25% розничной торговли на данный момент в Российской Федерации представлены как раз нашими участниками. Крупнейшими ритейлерами. Компания «Магнит», «Азбука вкуса», «Шан», «Метро Кашан», «Кэрри», «Зарь Гросс», «Нвидео», «Оби», «Икеа», «Х5», в общем, «Яндекс.Гоу». То есть, ну, можно перечислять, конечно, и очень ассоциация, она такая достаточно серьезная роль, на мой взгляд, играет вообще в формировании большинства вопросов, которые относятся в том числе и цифровизации. Вот относительно вопросов, которые были поставлены, да, вами и, ну, в целом, которые являются очень актуальными, это, наверное, даже не вопросы, да, а скорее даже вызовы, которым нужно быть готовым, нужно реагировать превентивно, проактивно и на которые нужно очень эффективно реагировать достаточно быстро, как уже вот по тем темам, которые уже затронули спикеры чуть раньше. То есть вопрос звучал следующим образом. Членом ассоциации является крупнейшей торговой компанией, работающей на территории Российской Федерации. Какие основные вопросы сегодня ставят под членами ассоциации? Ну, мы их бы обозначили как основные вызовы, потому что, опять же, я бы не хотела повторяться, но так или иначе получается, что мы действительно говорим о очень многих важных вещах, и они очень пересекаются между собой, когда на них смотрит государство, да, и бизнес. То есть это необходимость, конечно, ускоренной трансформации торговли в силу вот тех ситуаций, которые в последнее время у нас складываются, и мы уже, в принципе, в этом цифровом мире живем, да, и порой даже не замечаем все эти изменения, которые произошли. Но вот влияние таких ситуаций, как пандемия, которая у нас, да, к сожалению, случилась в прошлом году, они подтверждают, что как быстро необходимо меняться, как существенно ускорять процесс цифровизации на всех этапах, вот если мы говорим про торговлю, товаропроводящие цепи на каждом, там, начиная от поля, будь это поле на территории Ассековедерации или вне наших пределов нашей страны, цифровизация начинается от поля, от фермы, как мы говорим, да, и завершается уже на столе у покупателя, у потребителя этой продукции, да, и товаров народного потребления. Конечно, немаловажно здесь тоже быть готовым, скажем так, как-то проактивно, превентивно к влиянию различных техногенных аварий, да, у нас очень много коллеги говорили о проектах, но есть и ситуации, да, и климатические изменения, и там, как из недавнего нас авария в Советском канале, которые влияют, в принципе, как раз на устойчивость производства, торговли, ну, соответственно, на устойчивость наших основных жизненно важных процессов. И нельзя не отметить, в последнее время действительно очень важно, да, и то, что мы уже слышали, взаимодействие, вот, роли государства и усиление роли государства в регулировании, оно, с одной стороны, конечно, заметно увеличивается, да, но, с другой стороны, и есть очень фактически большая поддержка и помощь не только там при контрольно-надзорных мероприятиях, ну, и в том числе в таких направлениях, как цифровизация. Ну, то есть мы все не понаслышке знаем, очень активно прорабатываем все процессы, связанные с прослеживаемостью, и наверняка, ну, уже наслышаны эти системы, такие, как в ГИС Меркурий, позволяющие обеспечить прослеживаемость практически от поля до вилки в части продукции животного происхождения, есть фитоаргус-система, которая тоже нацелена на обеспечение прослеживаемости карантинной, то есть растительного происхождения продукции и так далее, и в части алкоголя, табака, товаров народного потребления, то есть сейчас уже очень-очень активно эти программы работают, внедрены, и бизнес в соответствии с требованиями законодательствами их выполняет, ну, и есть большое количество программ, и как цифровая маркировка, которая активно сейчас вводится. При случае, если будет возможность выступить с лекциями, мы постараемся прям, ну, как бы подобрать такой состав, чтобы в деталях рассказать, как это запускалось, как это работает, с какими тоже вызовами здесь сталкиваемся, и как это направление должно развиваться, опять же, с тем, чтобы вот эти вызовы мировой экономики привитивно, ну, как-то нам, скажем так, перерабатывать, да, и сохранять наличие, тем не менее, продукции, которая востребована, которая ожидается нашим покупателям и продовольственной, и непродовольственной. Ну, и нельзя, конечно, не коснуться таких вопросов, как изменение оборота розничной торговли, да, мы сейчас в этом 20-м году и 21-м видим активно, как аудитория маркетплейсов увеличивается и увеличивается в качестве игроков, да, то есть на смену вот всем привычным нам форматам мирового ритейла, B2B, B2C уже приходят D2C, да, Direct to Consumer, или, ну, вообще прям прям прямые продажи от производителей или от ритейла, какой-то интересный, да, пример про кроссовки был приведен. И, конечно, здесь очень важно вот эта деятельность дальше очень глубоко прорабатывать, ну, и, конечно же, если будут такие у нас молодое поколение, очень грамотно подготовленные, я думаю, что здесь можно совершать прорывы в этих направлениях, потому что, ну, есть еще много моментов, которые, конечно, необходимо обеспечить, чтобы цифровизация имела очень большой успех и развитие саморегулирования на потребительском рынке, где будет совершенствоваться кодекс добросовестных практик, вот если мы говорим о сфере ритейла, с формированием цивилизованных отношений поставщиков ритейлеров, опять же, всевозможных, да, производителей продукции на территории Российской Федерации, внешних производителей, ну, для того, чтобы обеспечить очень стабильную торговлю. Ну, плюс формирование активной повестки, как мы уже, как я уже касался, и коллеги уже говорили, обсуждением внутри отраслевых сообществ, таких как ассоциации, вот наши ритейл, ассоциации производителей, ну, также и с органами государственной власти по, там, таким наиболее важным и приоритетным направлениям, как обновленная форма требований нормативно-правового регулирования, ассанпин и так далее. В этом плане мы тоже очень много можем рассказывать, но здесь действительно очень роль государства, настолько сейчас важна, она настолько, скажем так, смотрит в сторону бизнеса, и последние изменения по итогам гильотины, да, тех же санитарных новых правил, нам демонстрирует о том, насколько и государственные требования изменяются под требования развития бизнеса, с тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасное, качественное обеспечение продовольствием и товарами на роде потребления наших жителей, да, и с другой стороны, и, конечно, в условиях устойчивого развития, но с другой стороны, с тем, чтобы бизнес мог это все очень оперативно выполнять. Наталья Викторовна, я как раз хотел подчеркнуть то, что мы с вами входим вместе в рабочую группу от бизнеса, которая занимается вопросами так называемой гильотины, то есть что это из себя представляет? Регулирование не должно быть избыточным, и самое главное, что государственный контроль должен соответствовать основным целям, не допустить угрозы жизни и здоровью людей, но при этом не должен быть избыточным, что может помешать ведению бизнеса. Так вот, мы как раз входим в рабочую группу от бизнеса, мы рассматриваем все новые нормативные акты и действующие, которые касаются госконтроля в области оценки соответствия технического регулирования, и очень много вещей, на самом деле, претерпело упрощение, рискориентированный подход позволяет контролировать только наиболее такие важные аспекты, давая бизнесу свободно работать в целых областях, где они сами способны обеспечивать необходимый уровень безопасности. Поэтому, Наталья Викторовна, спасибо огромное, мне очень приятно, что вы как раз довели информацию до всех торговых сетей на президиуме, и мы, конечно, пригласим на чтение лекций или на такие открытые встречи со студентами, для того, чтобы можно было не только услышать, но и задать вопросы, потому что торговля – это очень большая доля валового внутреннего продукта, это громадная часть экономики, и, конечно, пойти работать туда – это значит приобщиться к очень важным делам. Спасибо вам огромное за очень интересное выступление.